Привет, друзья! Я в тени, как бы так встать. Сегодня иду на прикольное мероприятие. Так оно называется. Я уже приглашала всех, кого только можно, но все отказались, поэтому иду одна. Вообще, они проходят, по-моему, каждую неделю по вторникам это мероприятие. Это концерт классической музыки в темноте. Я все-таки решила сегодня пойти, потому что сегодня виолончель будет. Мне интересно. В принципе, у меня есть еще в заначке 3 билета, так что если кто из Москвы и хотел бы познакомиться со мной лично и составить компанию на такое нестандартное мероприятие, пишите в комментариях. Свободных мест всего 3. В принципе, если никто не согласится, не наберется, я могу сходить туда еще 3 раза. Ну, просто, когда там одна и та же программа, это не очень интересно ходить на одно и то же 4 раза. Вот. Так что вот такие наусти, если получится, еще поснимаю в городе. И там, наверное, вряд ли получится. Все-таки это в темноте. Но уже после, думаю, сниму свои впечатления, расскажу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok потому, что очень необычный, оригинальный концерт. И я бы не назвала это классической музыкой. То есть, это скорее классическая, не классическая музыка. Потому что было вчера, значит, виолончель в сочетании с ударной установкой. То есть, знаете, как ударные на рок-концерте. Вот такого же плана. Значит, в полной темноте. Вообще вот кромешная тьма. Ощущения сначала очень неоднозначные, а потом мне даже понравилось. То есть, все это дело продолжается в течение часа. Знаете, сама виолончель, она очень приятная. Такое расслабляющее какое-то состояние. То есть, ты как будто бы находишься в невесомости. И, ну не знаю, самоанализа никакого я не проводила. Как только началась музыка, у меня мозг отключился. То есть, я слушала только музыку. Какие-то вот эти вот вибрационные волны музыкальные. Что-то такое. Глаза я не закрывала. Ну, как-то, не знаю, не во время такой музыки закрывать глаза. Поэтому я глаза не закрывала. И, не знаю, может быть, это какие-то, как сказать, подсознательные какие-то моменты. Потому что мне казалось, что я вижу музыкальные волны, которые исходят от центра вот этого помещения, где находились музыканты. Вот, вообще, ощущение, конечно, у меня очень, такие, ну, необычный опыт. И, в принципе, мне понравилось. Единственное, что я бы, конечно, если бы я знала, что будет еще и ударный, я бы не пошла. Вот, если бы была только виолончель, я бы пошла обязательно. Очень необычные звуки издает. И, когда ты находишься в темноте, вот, в полной темноте, просто, вот, не видишь вообще ничего. Сначала ощущение такое, вот, когда ударные играют, прям мурашки по телу. И ощущение страха. То есть, ты один в темноте, непонятно, что вокруг тебя происходит. И какие-то очень, такие, напряженные звуки, такие, как в фильмах ужасов. Вот. А когда вступает виолончель, то какой-то, вот, даже сюжет появляется. И расслабление. Был даже момент, у них, как бы, идет подряд несколько композиций. То есть, они их голосом озвучивают, там, что-то невнятное говорят. То есть, когда появляется голос, это значит, что следующая композиция начинается. Вот. Так оно все, только музыка. И была одна композиция, как-то называлась, типа, «Природа ждет дождя», но он так и не начался. У меня было другое ощущение. То есть, когда началась вот эта музыка, я в полной темноте, ощущение, что я на пустой улице. И сверху огромные снежинки. И при этом такое чувство, вот, прям, реально появилось чувство, что я, вернее, не я, а что музыка, как бы, останавливает время. То есть, все вокруг замерло, все вокруг застыло, а я одна только могу двигаться. И вот я стою, кручусь на этой улице, я одна, перекресток, и сверху валят огромные снежинки. И небо такое синее, ядреное, синее, прям. И огромные белые лопухи снега. Невероятно приятные ощущения. И даже ветерок подул какой-то. То есть, вот это вот, когда ты находишься в темноте и слышишь музыку, как будто ты переносишься в какую-то параллельную реальность. Очень интересное, необычное ощущение. Также было вот, когда они начали очень игриво играть, такие ритмичные звуки. И, может быть, это просто глаза уже привыкли к темноте. Может быть, какой-то это подсознательный импульс. Но мне казалось, что я вижу с каждого музыкального звука, вижу в темноте вибрации. Вибрации звука, которые отходят в виде каких-то рисунков. Плюс еще, конечно, прикольно, что вот именно сами вибрации, они как будто бы и воздух вибрируют, и пол вибрируют, и диван, на котором ты сидишь, вибрируют. И очень необычно слышать музыку именно в таком контексте. Скажем даже, как его слышат глухие. То есть, они слышат вибрации воздуха и определяют звуки по вибрациям. Очень необычное впечатление. Если кому-нибудь доведется, обязательно сходите. Ссылочку на это мероприятие я оставлю в описании под видео. У них очень часто проходят концерты разные. У них даже бывает там ночь кино. Причем каждый день у них какое-то мероприятие. Вот. В общем, очень интересное местечко. Очень уютное. Если доведется когда-нибудь туда сходить, обязательно сходите. Если удастся попасть именно на такой концерт, обязательно, просто обязательно сходите. Очень необычный опыт. И очень неоднозначные впечатления после этого остаются. Так что вот так. Я под впечатлением. И все, кого я приглашала, вы зря не пошли. Это просто необычное такое мероприятие. В общем, мне понравилось. И если удастся разведать, будет ли только виолончели, я бы сходила только на виолончели. Вот. А так. Вот такое у меня впечатление. Думаю, что было интересно послушать. Но на самом деле послушать, может, и интересно. Но интереснее побывать на таком. И получить свои собственные впечатления. Вот. Такой был у меня поход. Если было интересно, ставим пальчики вверх. Подписываемся, кто еще не подписан. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.